Я еще раз напомню, что буквально несколько минут назад стоялся телефонный разговор президентов России и Беларуси. Была выражена уверенность, что ситуация с задержанными россиянами будет регулирована в духе взаимопонимания. Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений. Россия заинтересована в сохранении стабильной ситуации, спокойном проведении президентских выборов в Беларуси. И об этом по итогам телефонного разговора было заявлено. Прямо сейчас к нам присоединяется председатель комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев. Константин Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с горячего, с телефонного разговора Путина и Лукашенко. Вот о чем сам факт такого разговора свидетельствует, и как мне кажется, он был вполне доброжелательный, несмотря на все то, что происходило в последнее время? Ну, с учетом масштабов происходящего в последнее время в двухсторонних отношениях, такого разговора просто не могло не быть. Понятно, что происходящее вышло на уровень первых лиц, во всяком случае в Беларуси. И нет сомнений, что соответствующие решения последних дней принимались либо по согласованию с президентом, либо по его указанию. И не менее понятно, что и любой выход из сложившейся ситуации, а его искать надо, это диктует характер наших двухсторонних отношений. Любой выход может быть найден тоже только на уровне президента Беларуси. И президент России в этом случае, наверное, готов помогать, готов содействовать, делиться той информацией, которая есть у нас. Но решение принимать белорусской стороне и остается только искренне рассчитывать на то, что, во-первых, будет проведен тщательный разбор полета, тщательный анализ того, как это произошло, кто был первоисточником той информации, которая на поверку оказалась провокацией, как в эту провокацию втащили президента Беларуси, ну и, соответственно, какие потом будут делаться выводы для того, чтобы наши двухсторонние отношения в дальнейшем от такого рода провокаций были бы на 100% защищены. — Действительно, обращать на себя внимание вот последняя риторика Александра Лукашенко, который откровенно говорил вот об этой ситуации некой напряженности, да, какой-то утраты такого полного взаимопонимания. И вот сейчас вы сказали про то, что, может быть, даже как-то было неправильно интерпретировано, и какой-то вот, ну, человек поддался на провокацию. Вот, как вам кажется, вот какие были у него в этом плане мотивы? То есть это какой-то момент такого торга, момент отстоять свою какую-то позицию, может быть, какие-то интересы? Или это действительно просто, ну, не сказать ошибка, но некое заблуждение? — Вот выскажу свою личную точку зрения, хотя, наверное, не очень уместно интерпретировать действия главы другого суверенного государства, но, тем не менее, позволю себе личную гипотезу, что господин Лукашенко действовал искренне веря в ту информацию, которую ему дали. То есть это не было с его стороны неким, так сказать, там, циничным розыгрышем ситуации, в которой он на самом деле не был, что называется, в заблуждении. Нет, он действительно поверил в то, что происходило, находясь, наверное, в состоянии эмоций на фоне собственной избирательной кампании и пошел на определенные решения. Но вот у меня это искренне вызывает сожаление, как у гражданина России, который верит в нашу дружбу, в наши союзнические отношения с перспективой союзного государства. Вот я считаю, что даже предположив, что господин Лукашенко поверил в то, что ему положили на стол, вот все равно он, на мой взгляд, должен был действовать иначе. Он даже при этих обстоятельствах должен был в первую очередь позвонить президенту России, поделиться с ним соответствующими фактами или интерпретацией этих фактов, ну и выйти на какое-то решение, которое бы соответствовало духу и букве наших двухсторонних отношений. Этого, к сожалению, не произошло. Действовала белорусская сторона в одностороннем порядке. Давайте вспомним, как в свое время. Вот 2006 год, первое осложнение российско-грузинских отношений еще до Южной Осетии. Давайте вспомним, что тогда, по указанию президента Саакашвили, были достаточно так публичные, в унизительной форме задержаны российские офицеры, военнослужащие, там были наручники, там было все это в прессе, а потом начали события развиваться. И тогда, я думаю, что господин Саакашвили как раз действовал цинично и целенаправленно разрушая наши двухсторонние отношения. Вот в случае с господином Лукашенко я это не готов допустить. Я не думаю, что целью его было разрушение наших двухсторонних отношений. Он, видимо, на тот момент полагал, что у него нету никаких других вариантов поведения, а я думаю, что они все-таки были, и что он их упустил, что он ими не воспользовался. А если постараться описать внутреннюю ситуацию в Белоруссии, там вот это тоже вопрос эмоций, или это расчеты, возможно, какие-то вот эти акции, инспирированные извне? Как вам кажется? Да нет, они абсолютно точно инспирированы извне. Мы видим то, что сегодня появилось в публичном пространстве. Это чистой воды провокация украинских спецслужб, которые просто-напросто воспользовались ситуацией в Белоруссии, и где эмоции предвыборной кампании на пике, и где вот на фоне этих эмоций можно пропихивать любые совершенно, так сказать, не выдерживающие проверки гипотеза происходящего в отношениях между Белоруссией и Россией. Это провокация внешних сил. Я, к сожалению, могу констатировать, что, видимо, белорусские спецслужбы, которые такие провокации должны, что называется, отсекать, гасить на ранних поступках, этого не сделано. Я не знаю, что это такое. Либо это не профессионализм, либо это, может быть, какая-то внутренняя убежденность неких белорусских представителей соответствующих спецслужб, что вот это действовать надо было именно так. Не готов говорить, но это совершенно точно в первую очередь. Это Украина, и только во вторую это Белоруссия. А в третью это, к сожалению, Россия. Александр Ильич, чем закончатся выборы, по-вашему? Я воздержусь от любых на этот счет прогнозов, чтобы не быть обвиненным в том, что мы каким-то образом влияли на избирательную кампанию. Мы на нее не влияем. Это я знаю совершенно точно. Я хотел бы пожелать белорусскому народу, белорусским избирателям, чтобы выборы, как бы они не закончились, были бы приняты всеми сторонами, чтобы не было никаких сомнений в том, что то, какой результат мы увидим, он является результатом, который генерирован демократическими, прозрачными и соответствующими международным стандартам. А после выборов волнения закончатся или будут продолжаться, как вы думаете? Это будет зависеть от того, как пройдут эти выборы. И еще раз повторю, искренне желаю всем нашим друзьям в Белоруссии, чтобы и завершающий этап избирательной кампании, и, собственно, проведения выборов, никоим образом не провоцировали никаких сомнений в том, что они будут честными и справедливыми. И еще хотелось бы вернуться к большому интервью Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Длится 2,5 часа. В частности, Лукашенко заявил о том, что белорусы переросли интеграцию с Россией, такую тесную. Это надо было делать раньше, 25 лет назад, что-то в этом роде он сказал. Как вы думаете, это действительно так, что уже такой тесной интеграции быть не может? И момент упущен. Или все возможное? Ну, я не думаю, что кто-то испытывает эйфорию. От опыта последних двух десятилетий сделать можно было гораздо больше. То, что этого не произошло, с моей точки зрения, я достаточно глубоко в эти процессы погружен, но, с моей точки зрения, это большее упущение со стороны Белоруссии, нежели чем со стороны России. Но даже если согласиться с тем, что мы не на максимуме, не на кульминации этого союзного проекта, проекта союзного государства, это ни в коем случае не означает, что мы должны опускать руки и расписываться в собственном поражении. Дело в том, что этот проект, проект союзного государства между Россией и Белоруссией, совершенно точно отвечает национальным интересам обеих стран и обоих народов. И поэтому его, конечно же, нужно продолжать при том, что мы будем в равной степени соглашаться с вырабатываемыми конструкциями, что никто никому ничего не будет навязывать. Это трудная задача, но она абсолютно точно реальная. И ее ни в коем случае нельзя снимать с повестки. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев был на прямой связи. Сейчас мы прервемся, послушаем последние новости, в том числе касающиеся Белоруссии, и продолжим обсуждать ситуацию в соседней республике вместе с экспертами. Не отключайтесь. 14 часов и 36 минут. Здесь Руслан Бустров и Валерий Лабузный. Напомню, что обсуждаем мы Белоруссию, предвыборную ситуацию. И главная новость на этот момент – телефонные переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, состоявшиеся около получаса назад по инициативе российской стороны. Теперь давайте послушаем еще одно мнение председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова. Описывая то, что происходит в Белоруссии в последние месяцы, многие политические эксперты и комментаторы используют слово «внезапно». Внезапно появились какие-то оппозиционные кандидаты, внезапно произошла консолидация протестного электората. Вот по вашему мнению, в этой кампании действительно есть какой-то элемент случайности истечения обстоятельств или все-таки на все есть глубинные причины? Как мне представляется, это частично носит стихийный характер, безусловно. То есть есть ряд политических сил, общественных сил, просто граждане Белоруссии, которые хотят изменений, которые очень давно, может быть, слишком давно видят Лукашенко во главе государства, и он их в этом качестве уже перестал устраивать. Есть, конечно, и внешнее воздействие, мы должны это понимать. Оно было на Украине, оно было в Молдавии, оно, безусловно, есть и здесь. То есть на территории Белоруссии действуют различные некоммерческие организации, неправительственные организации, которые финансируются из-за рубежа, которые финансируются из Соединенных Штатов, других западных стран. Они тоже постепенно, из-под воль, работали на то, чтобы создать некоторую напряженность накануне выборов, а, возможно, и добиться того, чтобы Лукашенко не был переизган на новый срок. Так что, на мой взгляд, считать эти события внезапными, ну, это как-то очень наивно. Да, я думаю, что происходящее ныне в Белоруссии готовилось достаточно давно. И общественные настроения тоже созревали. Мы видим, что большое число участников протеста, это не 20-30-40 человек, а гораздо больше. И я полагаю, что это внезапно не происходит. Здесь причины гораздо более серьезные и глубокие. Если говорить о вот этих вот внешних факторах, вы в своем твиттере написали насчет предметного интереса со стороны Запада к Белоруссии. И прокомментировали так. Интерес, однако, один. Оторвать Белоруссию от России, добиться смены режима. Другого предмета у США в данном случае нет. А Лукашенко считает, что может на этом сыграть. Никому пока такая игра не удавалась. Вот вы можете прокомментировать, что это за игра, какие ставки и какой может быть исход. Дело в том, что для Соединенных Штатов Белоруссия ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения ресурсной базы, ни с точки зрения даже инвестиционных возможностей не представляет большого интереса. Это не страна с большими запасами нефти, газа, редкоземельных металлов. И даже вот как в Боливии, там огромные залежи лития, необходимые для создания электрических бутылей, для электрических автомобилей. То есть нет ничего такого, что могло бы делать Белоруссию слишком важной для Соединенных Штатов Америки. Кроме одного. Это то, что Белоруссия является союзницей России. Задача Соединенных Штатов состоит в том, чтобы лишить Россию ее союзников. Это, опять же, мы очень хорошо видели на примере Украины. Чтобы отрывать от России соседние с ней государства и ослаблять российский внешнеполитический потенциал, ухудшать геополитическое положение России. Вот, собственно, единственный интерес Соединенных Штатов по отношению к Белоруссии. Да, сначала подтолкнуть Лукашенко к тому, чтобы он поставил Белоруссию и Россию, или как минимум отошел. Вот, союза с Москвой. А затем готовить условия для смены режима. Дело в том, что есть же опыт взаимодействия с Соединенными Штатами, с западными странами. За последние 20 лет было несколько лидеров, которые пытались договориться с американцами. Для которого американцы, кстати, давали всякие авансы, поощряли их к определенной политической позиции, поощряли их к сближению Соединенными Штатами Америки с европейскими государствами. И все это закончилось достаточно плохо для этих лидеров. Я могу назвать, например, Милошевича, который сыграл большую роль, пошел на подписание, так называемых, Дейтонских соглашений по Югославии и считался партнером Соединенных Штатов Америки в этом вопросе. Ну, а затем, вы знаете, что он закончил свои дни в Гаге, на скамье подсудимых. Затем был Каддафи, который пошел на определенное сближение с Соединенными Штатами, встречался с Кандализа и Райс, госсекретарем при президенте Буша, а потом подвергся массированной атаке Соединенных Штатов и других стран НАТО. В свое время Саддам Хусейн был, ну, если не союзником, то партнером Соединенных Штатов в войне против Ирана. Он встречался с высшим американским руководством и не считался американским врагом. Но когда созрели определенные условия, американцы пошли на то, чтобы даже оккупировать эту страну, и Саддам Хусейна повесили. Это, конечно, крайние случаи. Ситуация в Беларуси не столь драматичная, я бы так сказал, но алгоритм примерно понятен. То есть сначала этих лидеров поощряют к тому, чтобы они сближались с Соединенными Штатами, а в решающий момент наносят, так сказать, удар и организуют смену режима. Ну, хрестоматийный образец, пример, это Янукович. Вот Януковичу давали возможность играть вот в эту игру между Россией и Европой, между Россией и Соединенными Штатами. Чем это закончилось, вы знаете. Так что Лукашенко считает, что он здесь переиграет американцев. Я в этом не уверен. Потому что как только страна сдвигается в сторону от России, она лишается российской связки с Москвой, которая ее страхует от всяких неприятностей. А что касается американцев, а чем он, собственно, может быть интересен Лукашенко? Он им интересен на нынешнем этапе только с той точки зрения, чтобы он увел Беларусь в сторону от России, чтобы он отошел от союза с Россией. А затем он будет не нужен. После этого он не нужен. Его надо менять на лидера, близкого к Соединенным Штатам. Желательно на их ставленника. На человека, который, ну вот типа Порошенко, который будет заглядывать в рот американцам и делать то, что они ему прикажут. Поэтому они сейчас используют Лукашенко для вот этого отрыва Беларуси от России. А затем уже следующая фаза, это будет снялый режим. Я не думаю, что Лукашенко здесь может переиграть американцев. Хотя у него, возможно, есть определенные расчеты. Он считает, что он пройдет по грани и сбалансирует здесь между Москвой и Вашингтоном. То есть это такой торг, шантаж некий получается? Ну, здесь есть элемент шантажа по отношению к России, чтобы она продолжала активно финансировать экономику Беларуси. Собственно, белорусская экономическая модель держится только на очень больших вливаниях страны России. о дотациях, о льготном режиме торговли, в том числе энергоносителями и прочее. Но есть и другое. Мне кажется, что Лукашенко решил попытаться сыграть на трех центрах силы. То есть он будет выстраивать разные отношения с участниками большого треугольника. То есть одни отношения с США, одни отношения с Россией и еще одни отношения с Китаем. И вот за счет баланса между этими тремя силами он рассчитывает извлечь определенные выгоды, кредиты, политическую поддержку тогда, когда это нужно. Я не считаю, что Лукашенко собирается радикально рвать с России, вступать в НАТО и так далее. Я считаю, что он не пойдет по этому пути. Это путь для него гибельный. И тогда он будет зависеть только от одного центра силы, от Соединенных Штатов Америки и Западной Европы. Я думаю, что он будет стараться балансировать между Россией, Соединенными Штатами и Китаем. Но в том положении, в котором он находится, я опасаюсь, что эта стратегия ему не удастся. Потому что Китай далеко. Все же и его взаимодействие с Дуавусей может быть только чисто экономического характера. А американцы будут его все время поддавливать. Поддавливать в сторону все большего и большего отхода от России. Чем больше он будет ссориться с Россией, тем больше он будет зависеть от Соединенных Штатов Америки. А закончится это, как я уже сказал, смены режима, как это было во многих государствах. И, конечно, интересен Ваш прогноз относительно того, что произойдет в Белоруссии в воскресенье, и относительно того, по каким сценариям дальше могут развиваться наши отношения с соседней страной. Как я понимаю, Лукашенко предпринял все усилия, чтобы любой ценой одержать победу на этих выборах. Что будет после этого? Размах демонстрации общественных процессов сейчас это несложно. Я думаю, что они, безусловно, будут. И я думаю, что они не успокоятся. То есть это не будет разовым подъемом протестующих и оппозиции. Я думаю, что вот это будет самый нестабильный период в правлении Лукашенко. Даже если ему удастся одержать победу на этих выборах, обильность, политическая и социальная собидность в Белоруссии, она уже осталась позади. Ему придется сражаться, так сказать, за удержание своего положения практически каждый день и каждую неделю. Что касается российско-белорусских отношений, то, повторяю, Лукашенко не ставит вопрос о пересмотре их основ. Он не ставит вопрос о прекращении военного союза. Он не ставит вопрос о прекращении транзита российских энергоносителей через Белоруссию. Он, в общем-то, даже и не ставит вопрос о выходе из евразийского экономического сообщества. Как я понимаю, он будет стараться за счет привлечения западного фактора постоянно оказывать давление на Москву тем, чтобы она оказывала ему большую помощь. Вот это, конечно, внесет значительное осложнение в отношении между Россией и Белоруссией, особенно по сравнению с периодом двух-трехлетней давности, поскольку в Москве тоже уже накатилась определенная усталость от маневров Лукашенко, накатилось непонимание почему мы должны столь активно финансировать Белоруссию и помогать ее экономике в условиях, когда мы не видим встречного движения в плане интеграционных процессов, конечно, не будет сособствовать хорошим отношениям между Россией и Белоруссией и история с арестом 23-х граждан России, которые, как сейчас выясняется, вообще в основе своей имеют провокацию на службу безопасности Украины. Так что я предвижу весьма сложный период в отношениях между Россией и Белоруссией, когда старые трешние уже созданные институты отношений еще будут продолжать существовать, но своей деятельностью, своими постоянными маневрами Лукашенко будет ставить их под все большее сомнение. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Да, конечно, к выборам в Беларуси сейчас приковано все внимание, и хотелось бы отметить, что сегодня с утра делегация Совета Федерации из девяти сенаторов выехала в соседнее государство, чтобы тоже быть наблюдателями на этих выборах, которые, мы говорим, что они как бы состоятся в воскресенье, но на самом деле досрочные выборы уже начались, уже есть голосование, и явка довольно высокая. За 20% на досрочных выборах. Ну, можно сказать, до пятой части примерно. Еще один эксперт у нас на прямой связи, генеральный директор управляющей компании «Спутник управления капиталом» Александр Лосев. Александр Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Александр Славович, ну не открою Америку, или в данном случае не открою Белоруссию, если скажу, что поступки политиков, их заявления часто детерминированы экономической ситуацией. Это вполне понятно. Вот она, эта экономическая ситуация в Белоруссии на сегодняшний день какова? И вообще белорусская экономика безроссийская может существовать? Ну, вряд ли. Дело в том, что почти половина товарооборота у Белоруссии именно с Россией. Где-то это 41% товарооборота это экспорт. Сюда местно-молочные продукции, сельскохозяйственные продукции, металлопродукции, там, запчастей и так далее. И почти 56% это импорт. И дело в том, что сальдо для Белоруссии в торговле с Россией, оно отрицательное. Минус 84 миллиарда долларов ежегодное. То есть, если Белоруссия не компенсирует себе это сальдо в торговле с другими странами, то растет долг. И вот мы сейчас видим, что внешний долг Белоруссии где-то 35% ВВП. ВВП у Белоруссии примерно 60 миллиардов долларов. Это 5 сотых от мирового ВВП. То есть, это страна небольшая. А при этом долг белорусской компании, он уже превышает ВВП, размер ВВП. То есть, необходимо где-то финансировать свою жизнь, необходимо финансировать и торговлю. При этом Россия страна, с которой максимальный товарооборот и лучшие условия для торговли. Плюс Белоруссия страна транзитер для российской нефти и Белоруссия покупатель российской нефти. При этом Александр Лукашенко достаточно как большой такой свой успех и достижение описывает сотрудничество экономическое с Китаем. Вот насколько это вообще перспективное направление, перспективный проект и на каких условиях Белоруссия вообще может участвовать в этих отношениях? Ну смотрите, Белоруссия на самом деле торгует не только с Китаем, но и с Сингапуром, Японией, ну с очень многими странами мира. Конечно, Китай как инвестор входит во множество экономик, но тем не менее Китай далеко. И вот проект Китая экономический поезд шелкового пути конечно подразумевает некоторый транзит между товаров из Белоруссии там или из Китая дальше в Европу через Белоруссию и так далее. И возможно что-то будут делать, но просто китайцы никому не дают денег за исключением себя самих. То есть это аксиома. Почему у нас не получается так вот хорошо развернуться Китаю? Потому что Китай создает совместные предприятия китайские рабочие, китайские инвесторы получают из Китая деньги просто на территории этих государств. Вот и все. То есть на Китай рассчитывать здесь они не могут. Никуда им дают. Да, прошу прощения. Есть мнение, что причина истинная причина вот этих протестов последних в Белоруссии все-таки не вот может быть какой-то накопленной усталости или эмоции а все-таки как раз в деньгах и что внутренняя экономическая ситуация Белоруссии оставляет желать лучшего. Это ситуация с безработицей может быть каким-то отсутствием каких-то ясных перспектив утечки не только мозгов но и рабочих рук. Вот это так или это все какие-то тоже вот ну клише что ли которым нельзя так просто верить? Знаете на самом деле все страны в этом году пострадали у нас мировая рецессия из-за коронавируса и Белоруссия не исключением причем Белоруссия еще неплохо себя чувствует по сравнению с большинством стран тоже Западной Европы вопрос в другом это политика и вот еще в прошлом году Рент Корпорейшн Американский Аналитический Центр работающий на Пентагон и Конгресс США как раз и говорил что удар по Белоруссии который является единственным реальным союзником России перенапряжет Россию то есть это вот вариант как перенапряжить Россию как заставить Россию больше тратиться на свою оборону на свою безопасность это как раз сделать цветную революцию в Минске и полномерно там или сделать Лукашенко союзником Запада то есть у них два вектора политики цели которые как раз создать для России проблемы и вот похоже они создают руками украинцев руками самих белорусов или что-то еще там происходит но проблемы создаются и сейчас конечно у нас есть определенный вызов как отвечать но с другой стороны экономические связи настолько серьезные возникли ту же Украину которая считает Россию враждебным государством тем не менее товароборот в Украине достаточно большой и он только в последнее время начал снижаться потому что экономические связи разорвать невозможно возможно конечно но не быстро а вот насколько велика в украинском бюджете доля российской помощи ну я имею ввиду не прямой конечно а косвенной в виде там ценные энергоносители кредитов и так далее ну она была достаточно большая она измерялась там в несколько миллиардов долларов потому что смотрите вот та же Украина их главный экспорт это пшеница и это металлургия ну экспорт за границу где они большую выручку получают у них нет своих удобрений в основном ну кроме азотных все остальное из России у них нет своей нефти у них нет своей нефти проработки это из России да у них часть как существо угля это из России да ну там был Донбасс то есть по сути если бы Россия реально ввела экономическую войну против Украины то там бы ситуация была бы катастрофическая тем не менее несмотря вот на такую русофобию несмотря на то как они себя ведут связи сохраняются с Белоруссией такого не будет с Белоруссией мы надеемся что связи останется больше но тем не менее вот политика политикой а экономикой все равно никуда от нее не деться то что было сделано в Советском Союзе и Белоруссия сохранила очень много производств оставшихся и наследство от Советского Союза все равно интеграция с Россией колоссальная и деваться некуда при этом то что вы сказали о нефти вот только что министр финансов Белоруссии сказал что в связи с пандемией ситуации на рынке нефти уменьшением размера таможенных пошлин по итогам года бюджет Белоруссии недосчитается более чем полутора миллиардов долларов то есть возможно вот это вот и без того сложная ситуация используется политически потому что условно говоря оснований для этого больше это просто не очень хорошая ситуация которую можно еще разыграть с точки зрения чьих-то внешних интересов ну Лукашенко умело договариваться Лукашенко умело получать субсидии еще раз отрицательная сальдо торговли Беларуси это 8,4 миллиарда долларов торговля с Россией да эти деньги надо откуда-то убрать и видимо Россия является таким главным источником финансирования этого дефицита в торговле и здесь все средства хороши ну как кажется нашим белорусским партнерам и коллегам но есть объективные факторы все-таки падение цен на нефть оно было ну реально колоссальным и если бы ну Беларусь это не самая пострадавшая страна потому что она нефть не добывает представляете какие потери у России у Саудовской Аравии и у всех остальных спасибо вам огромное спасибо огромное управляющий компанией спутник управления капиталом Александр Лосев внимательно следим за происходящим в Беларуси но и братскому белорусскому народу всего самого хорошего и сделать правильный с их точки зрения выбор всего доброго до следующей недели всего вам доброго лейтмотив события недели в подробностях до следующей недели беуси до следующей недели вы субтитры до следующей недели субтитры субтитры пишет